Депутаты Государственной Думы Согласно поправкам в закон, теперь работник сможет на постоянной или временной основе работать дистанционно, а иногда даже комбинируя работу на дому и в офисе. Все точки над «и» расставят поправки в трудовой кодекс. Ульяновцы уже смогли оценить плюсы и минусы новой формы занятости. Как вообще относятся к удаленной работе? В ней плюсы или в ней минусы? Как вы на это смотрите? Ну, сейчас есть возможности работать с использованием каких-то дистанционных технологий. В принципе, ничего плохого в этом нет. Даже кому-то может быть удобнее. И плюсы в том, что это можно делать не отходя от кассы, как говорится. То есть дома с использованием компьютера просто заходишь в какую-то систему специализированную и работаешь там по документам. Но такая возможность есть сейчас не у всех. В принципе, из плюсов, что можно встать попозже. То есть есть немножко больше свободного времени утром и вечером. То есть на дорогу не тратится время. Но вообще лучше работать на рабочем месте, так как больше собранности. Всегда под рукой все коллеги, все свои документы. Не нужно что-то там куда-то ездить. Ну, в разных сферах по-разному. Если это в каких-то образовательных сферах, то, конечно, тут сложно работать удаленно, потому что все-таки знания как-то давать надо более вживую. А если это в каких-то экономических, то если ты булгарцем работаешь или в других сферах, то это, мне кажется, не так сложно удаленно работать. Я очень положительно отношусь к удаленной работе. Да, мне пришлось работать удаленно. Я работаю в международном аэропорту Внуково. И мой офис был дома в течение какого-то времени, в апреле. И мне очень понравился этот опыт, так как можно выспаться и продуктивность в течение дня гораздо выше. И также считаю это очень важно для женщин, для девушек, так как помимо офисной работы у нас еще очень много задач по дому. И можно легко и гармонично это совмещать. Дистанционная работа – это, в принципе, хорошо. У меня отец дистанционно работает. Это довольно удобно. Можно прямо из дома спокойно делать свою работу. Для меня это медаль с двумя сторонами, собственно говоря, что они будут закреплять и что они будут именно иметь под удаленной работой в законном проекте. Потому что это может снизить удовольствие от удаленной работы. Потому что мы же сами варьируем то, как мы хотим работать вне офиса сейчас. Мы сами договариваемся, у нас есть условия. А если этой возможности не будет, может быть, это будет опять какая-то трехногая собака. Выгоды от новой формы занятости очевидны. Работник теперь не должен будет тратиться на проезд. Он не должен будет тратиться на обед в ближайшем кафе. Минусы в основном связаны с недостатками организованности и самоорганизованности работника. Однако работник способен на удаленке работать даже эффективнее, чем в офисе. Выбирать удаленка или нет – вам. Павел Половов, Юрий Ломатов. Специально для Улправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова